Итак, дорогие друзья, давай сейчас прежде всего проверим, как меня слышно и как меня видно. С вами Григорий Мирошниченко, город Челябинск, все еще город Челябинск, все привыкли, наверное, что больше я нахожусь в Крыму, вот сейчас я задержался, потому что надо, очень надо поработать здесь на месте. Как меня слышно, как меня видно, так благодарю, то есть слышно и видно меня великолепно, благодарствую. Итак, дорогие друзья, начинаем наш пятничный вебинар. Прежде всего, хотим мы или не хотим, но очень многих людей хочется поздравить с праздником независимости и непонятно, и хотелось бы все-таки сказать нашему поколению с праздником, с октябрьским праздником, хотя он в ноябре проходит, но всех в любом случае с праздниками. У нас три дня в России, три дня выходных, и эти выходные я лично буду использовать по полной программе, как рабочие дни, по одной простой причине, что выходные люди свободны многие, уши свободны, и с ними можно пообщаться, можно повстречаться, можно поговорить, и, соответственно, расширить сферу наших потенциальных и даже непотенциальных инвесторов. Итак, Господи, Господи, с чего все это начинается? Господи, дай мне терпение терпеть свое нетерпение и терпеть нетерпение других. Вот эта молитва, это действительно молитва, придумана очень интересным человеком, озвучена этим человеком, и я ее придерживаюсь, очень стараюсь, вернее, придерживаться этой молитвы. Господи, дай мне терпение терпеть свое нетерпение, свое нетерпение по отношению к тому, как относятся люди к моему предложению, к тому, что я им говорю, к тому, что они делают, к тому, как себя ведут и так далее, и так далее. И терпеть нетерпение других людей по отношению к себе, которые говорят, мне это неинтересно вообще, отстань, и вообще ты неправильно ведешь образ жизни, и ты вообще, и вообще, и вообще, и вообще. Еще раз повторю, Господи, дай мне терпение терпеть свое нетерпение и терпеть нетерпение других. Аминь, аминь, аминь. Вот это сегодняшний мой посыл, и действительно, почему, я могу даже вам немножко объяснить, почему в прошлый вторник я не провел вебинар по одной простой причине, что у меня было нетерпение получить поддержку со стороны определенных людей, но, к сожалению, этой поддержки не было, а я на нее как бы надеялся, надеялся. А не надо надеяться, надо действовать на свой страх и риск, надо действовать так, как я считаю нужным, как вы считаете нужным. Действовать, ничего не бояться, и в конечном счете, однажды сказать, вау, у меня получилось, вау, меня признали, вау, все так же, как Анатолий Дуарчиницкий. Конечно, мне сравниваться с ним сложно, но в то же время принижать свои достоинства, как мои, так и ваши, то же самое, тоже не надо, дорогие друзья. Не надо. Почему? Потому что по одной простой причине вот эта внутренняя гордость, не эгоизм, не самовыпячивание, а внутреннее осознание, что ты человек, что ты не только гомо-сапиенс, но ты еще личность. Как только мы это осознаем, у нас вдруг все начинает получаться. Вот это, знаете, осознание, оно очень-очень важно в нашей жизни. Анатолий тоже молится, это замечательно, чудесно, у каждого своя молитва действительно есть. И эту молитву, которая у вас есть, вот не то, что почитайте ее, а как, я даже не знаю, как это правильно выразиться, верьте в нее, раз уж молитва есть, значит, вы в нее верите. А вот эта молитва, то, что терпение со стороны лично меня и других людей, вот это предыстория к тому, о чем я сейчас начну говорить. И вот это нетерпение, просто хочется материться, хочется ругаться, хочется, знаете, много еще сказать таких, может быть, нехороших слов в отношении кого-то, кого-то, не себя, а кого-то. А вы знаете, что все начинается с себя. То есть, прежде всего, обрати, а почему у тебя что-то где-то не получается, прежде всего, надо спросить себя. А что ты делаешь для того, чтобы у тебя получилось, а чему ты научился, а что ты поменял, а что ты применил в конечном счете? И многим мешает корона увидеть эту идею гордыни, смертной идеи. А Наташенька, абсолютно с тобой согласен, абсолютно, полностью, на тысячу процентов согласен с тобой. И я не буду говорить «но». Нам надо позвонить, надо договориться о встрече, сделать предложение. Но у нас почему-то обуревает, знаете, такое непонятное желание не делать этого. Я еще раз повторю. Надо позвонить, надо договориться о встречах, надо сделать предложение. Но у нас обуревает непонятное желание не делать ничего. Нам страшно. Страшно получить отказ. Страшно, что он или она подумают о том, что вы скажете. Страшно, что не поймут. И так далее, и тому подобное. И мы, что мы в этом случае делаем? Мы, скорее всего, находим причину для того, чтобы ничего не предпринимать. Нам комфортнее просто отправить сообщение. Вот это, знаете, эта фишка, вот это вот, блин, вот что бы там ни говорили, вот то, что у нас даже готовится сейчас в Skyway Capital, потрясающе, о чем я говорил. Потрясающая страница захвата. Здорово, замечательно. И дай бог, чтобы там был хороший копирайтер, который бы составил соответствующий текст, но пока мы этого не получили. И я на 90%, на 99% уверен, что такого текста там не будет. И чтобы человек, прочитав его, сказал, вау, все, я с вами тут же регистрируюсь, тут же начинаю действовать и так далее, и так далее. Но не будет этого. И нам настолько будет комфортно. И вы, наверное, в десятках, в сотнях компаний видите предложение, что у нас автоматизировано все на 100%. Вы просто отправляете сообщение по почте, смс, но только не прямой разговор. А в конечном счете, да, человек может пройти регистрацию и больше ничего не делать. Если я сейчас задам вам вопрос, а вы на него попробуйте, правда, вот правильно, не просто правильно, а ответить как есть. У вас много пустышек зарегистрированных? Просто напишите, да или нет. Много ли у вас зарегистрированных пустышек? Просто пустышки. Много или нет? Ну, вы все знаете, вы смотрите, внутри кабинета вы смотрите. Если вы в Кэпитал, в основном мы в Кэпитал, соответственно, пожалуйста, откройте статистику, сводную статистику и посмотрите, сколько у вас зарегистрированных людей и сколько у вас людей, которые ничего не инвестировали, ничего не сделали, которые не приходят на вебинары, которые не бывают на живых презентациях, которые не были на экофесте, которые просто прошли регистрацию. Как раньше была, как говорят, как есть халява, вы могли получить там 50 или 100 акций в подарок, то сегодня, к сожалению, этого нет. К сожалению, а к счастью, этого уже нет. По одной простой причине, что халява закончилась, что мы находимся на таком этапе, что пройдет еще максимум, знаете, оптимистический прогноз, год, пессимистический прогноз полтора года, то есть к концу 2018 года, когда все, значит, очень многие, не все, а очень многие начнут чесать одно место, по одной простой причине, что они на это не обратили внимания. Я почему еще так эмоционально говорю, потому что буквально вот почему я задержался, только что у нас ушли ребята из офиса, которые знают о проекте очень и очень давно, но, к сожалению, даже не зарегистрировались. И сегодня, возможно, мы пробили эту брешь, брешь по одной простой причине, что употребили некоторые моменты в разговоре. Да, вот, Наташа, это хорошо, что мы в шоколаде, вот мы в шоколаде, а больше все остальные, пусть там где-то будут на обочине. Вопрос не в этом, вопрос в том, что задача-то Анатолия Дуановича Ницкого сделает как можно большее количество людей со владельцами этого бизнеса. Если вы читаете последние новости, действительно скорости нарастают очень-очень сумасшедшие, просто сумасшедшие скорости. А почему малая информация о том, что происходит на местах, или какие договора заключены, вы тоже об этом знаете, слушайте вебинары Сибирякова Сергея Анатольевича, Алексея Суходоева. По одной простой причине, что чем ближе приближается момент, как я обычно, мое выражение, час, это момент истины, тем больше, чем меньше нам давать информации в массы, по одной простой причине, что опять же оживятся некоторые товарищи, которых это будет очень и очень, как говорят, мы стоим у них поперек горла, в хорошем и в нехаброшенном смысле слова. Но каждая информация, которую мы получаем, она действительно убойная. И читаете, наверное, да, так называемая неофициальная информация. Неофициальная информация. На самом деле это официальная информация. Хотя на самом деле неофициальная. Да, абсолютно верно. Да, нет, следующий. Да, нет, следующий. Это перебор. И мне хочется по новой провести, как бы проводить одни и те же, хотя я давно уже не проводил, нет, не тренинг, это общение на тему того, как общаться с людьми, что такое пофигизм здоровый. И мы отвечаем за тех, кого не послали вовремя. Это тоже есть на самом деле. Но когда близкие люди, когда именно близкие люди вам отвечают отказом, вот здесь необходимо грамотно провести переговоры. Ключевой разговор – это общение двух или более человек, когда ставки очень высоки, очень высоки ставки, когда эмоции зашкаливают, когда расхождение во мнениях. Я опять задам вам вопрос. Вот я общаюсь постоянно, буквально вчера у меня был разговор, где я, к сожалению, к сожалению, свои шпаргалки убрал в сторону. Я общался вроде с человеком, которого знаю очень давно, и который имеет небольшой пакет акций еще в головной компании, но больше ничего не инвестировал. Почему? Потому что… И вот мне вчера он выплеснул, вы знаете, тоже довольно эмоционально, что ну что там ваш проект, ну когда он будет реализован, через 150 лет, так далее, деньги нужны сегодня, и все, у меня же там есть небольшой пакетик акций, и я все, я свое сделал, и я подожду. Повторю, это у меня не был ключевым разговором, но я в самом конце мягко перевел его, знаете, в режим ожидания. В режим ожидания. И завтра я этот разговор возобновлю снова. Но уже используя те методики, которые я знаю. Знать не значит понять, а понять не значит принять. Я думаю, вы этот тренинг проходили. Я думаю, многие были на этом тренинге. Понимаете, да? Я знаю, я знаю что-то, я понимаю что-то, но я это либо принимаю, либо не принимаю. Я знаю, что курить вредно. Я понимаю, что вредно, но я это не принимаю. Я знаю о том, что знать не значит понять, а понять не значит принять. Так вот, 99% людей находятся на стадии знания. Я. Еще раз повторю, ключевой разговор – это общение двух и более человек. И ставки зачастую высоки бывают при общении. И вы общаетесь постоянно с людьми. И эмоции зачастую зашкаливают, когда вы говорите, что там, да где ты участвуешь, да что это такое, да что он тебе даст, ты никогда не заработаешь денег. А вот мы в ближайшее время станем миллионерами и миллиардерами. И мы расходимся во мнениях. И к чему это я говорю? К тому, что у нас есть выбор, варианты проведения таких переговоров, которые вы, в принципе, проводите, возможно, ежедневно, а возможно, хотя бы раз в неделю. Выбор варианта проведения таких переговоров. А выбор из трех позиций. Первое – не проводить, не звонить, не отправлять, не оповещать. Просто вы об этом человеке забыли. Второе – провести такие переговоры. Либо же вот в первый вариант, кстати, входит отправка, знаете, спам сообщений, или по почте, или что-то еще, но вживую не общаетесь. Второй вариант – провести такие переговоры, но провести с провалом, а может быть даже усугубить ситуацию. Разругаться, сказать, что ты вообще полный кретин, ты что, не понимаешь, что такое Skyway, ты не понимаешь, что такое технологии блокчейн, ты не понимаешь, что это в связке дать невероятный, может дать невероятный выхлоп, может дать. И в конечном счете мы посылаем либо напрямую его подальше, либо же, ну как бы, даем понимать, что ты полный придурок и больше мне вообще не звоняй, я тебе больше ничего не буду говорить, вот когда я стану миллионером, тогда я тебе сообщу об этом. То есть провести переговоры с провалом, а может быть даже еще усугубить ту ситуацию, то положение, которое у вас было с этим человеком. и третий вариант, позвонить, выйти на связь, дать рассылку, дать определенную текстовку, определенную встретиться, обсудить, либо в скайпе, либо по телефону, я говорю даже по телефону, да, по телефону тоже можно кое-что сказать, так вот провести переговоры с блеском, а потом пожать самому себе руку и сказать, вау, позволим себе дерзость утверждать, довести до совершенства свое умение проводить такие переговоры. И это, поверьте мне, весьма несложно. И все чаще и чаще слышать «да». И опять же напомню, ключевой момент во всех переговорах будет вот эта молитва. Господи, дай мне терпение, терпеть свое нетерпение и терпеть нетерпение других. И когда мы это осознаем, и это лежит у вас на столе, как шпаргалка, а рядом лежат шпаргалочки, шпаргалочки именно, как на какой-то выпад, на какую-то фразу, на какое-то возражение, как лучше всего ответить, вот это даст, я так думаю, невероятный шанс все больше и больше переговоров проводить с блеском. И помним, всегда первое и самое главное – четко осознавать, чего вы хотите достичь в любых переговорах. И эти переговоры могут быть какие угодно. Это и в личностных отношениях, это может быть в различных обстоятельствах, это может быть касается ваших детей, это может касаться, ну прежде всего мы говорим, наверное, о бизнесе, но в конечном счете это вот полностью, весь этот комплекс, узнав это однажды, приняв это однажды, у вас вдруг в жизни многое начинает меняться в положительную сторону. и это уже проверено, это уже опробовано, мной лично. Так вот, помним, что в любых обстоятельствах всегда можно договориться с помощью слов. С чего начинается Библия, первым было слово, и слово было Бог. С помощью слов можно человека возвысить, можно придать уверенность, а можно человека опустить, разругаться, и нажить себе врага. Три вещи, которые никогда нельзя вернуть назад. Это время, слово и возможности. Опять же, все это надо записать, вот буквально на стене приклеить, я не знаю, на столе положить, распечатать все это. И эта рекомендация у меня будет. В марафоне все эти рекомендации я готовлю сейчас. Почему? Потому что, опять же, по марафону, то, что премии, которые я говорил вам, озвучивал, к сожалению, никто даже, ну практически никто, практически, я говорю, никто, я не буду озвучивать сейчас кто. Почему? Потому что на марафон как бы записалось довольно-таки приличное количество людей, но все ждут няньку, все ждут волшебную фразу, а начать действовать, ну, наверное, я в качестве примера могу привести, ну, вот одного из таких людей, даже двоих Надежда и Сережа Швыров. Они что-то начали делать. Это уже здорово. И в любых переговорах, где бы мы с кем ни говорили, к сожалению, стремление к победе, вот у нас, знаете, наше эго как работает, нам хочется победить в переговорах, нам хочется доказать, что у нас трава зеленее, что у нас класснее, что у нас вообще все круче. Так вот, стремление к победе ради победы отдаляет нас от того результата, ради которого мы вообще начали это общение. И особенно гнев. А зачастую, я думаю, что не ошибусь, если задам вопрос, что вот многие ваши переговоры заканчиваются внутренним хотя бы таким гневом, и результат, ну, никакой. Больше того, часто, когда наш гнев усиливается, мы хотим уже даже не просто победить в чем-то, но еще даже и унизить оппонента. Если касается вообще бизнеса, то, чем мы занимаемся в интернет, это опустить ниже плинтуса с нашей стороны, хотя он в любом случае будет считать, что он прав, но результат следующей переговоры начать очень сложно. И вот то, что один умный человек придумал молитву, Господи, дай мне терпение свое, нетерпение, и терпеть нетерпение других, аминь, 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 это ключевой момент в любых переговорах, в любых абсолютно отношениях. И существуют потрясающие примеры разрешения любых критических ситуаций в переговорах прежде всего и принятия обоюдо выгодных условий. Сегодня я очень много анализировал и результаты этих переговоров три человека, которые сказали мне «да». Я думаю, что это очень хороший результат. Три разговора и три человека сказали мне «да». Предлагаю изложить ваш принцип выбора компании. Вот я просто предлагаю изложить ваш принцип выбора компании, принятия решения куда, кому, на каких условиях вы готовы инвестировать. А куда вы принципиально не готовы инвестировать. Какие у вас критерии оценки компании или фонда? И какие инвестиции вам больше по душе? Краткосрочные или долгосрочные, высокорисковые или более консервативные? И вот в конце таких обсуждений вы будете просто поражены тем, что общие принципы будут у вас и у них. Я вас уверяю. А дальше просто-напросто будут факты. И вот этот перечень я вам как-то давал озвучивать, но я сомневаюсь, что кто-то для вас записал. Почему? Потому что в печатном виде этого не было. Перечень именно куда, как, на каких условиях люди готовы инвестировать. И вот это, знаете, озвучивание того, что ой, деньги нужны сейчас прямо здесь, но когда человек начинает вот этот опросничек своего рода опросничек, но это не опросник на самом деле, когда он начинает для себя отвечать на эти вопросы и записывать, а потом просто откровенно мы берем листочек здесь и листочек ваш здесь, ваши принципы и его принципы, вы будете просто поражены, что они практически совпадут, я вас уверяю. А теперь дальше факты. Факты. То есть что сделано там, что сделано здесь, кто стоит за этим здесь, кто стоит там, чем это подкреплено, и дальше средства массовой информации, дальше люди, которые об этом отзываются, отзывы людей, известнейших профессионалов и так далее, и так далее, и так далее. работает, поверьте мне, просто на 99,9%. Ну и в три так называемых составляющих успешных переговоров, я как бы их тоже вот так озвучу, просто на слух, это ваша уверенность. Вот из тех, кто присутствует сегодня на вебинаре, просто поставьте единички. Кто из вас, вот только ребята, вот как есть, честно, да, на 100%, на 1000% верите в то, чем мы занимаемся. Просто поставьте единички, кто на 100%, а кто-то, ну, кто-то, ну, не очень еще верит, кто-то не совсем верит, кто-то, кому-то надоело ждать, что-то еще. Это бывает, вот просто для себя, не для меня, не для кого-то, просто для себя поставьте эту оценку, насколько вы в этом уверены. Вторая составляющая, это тактичность в переговорах. Тактичность, как раз и касается вот этой молитвы. Господи, дай мне терпение, терпеть свое нетерпение. И вот дальше уже, все это можно разобрать по полочкам, но я стараюсь это, и скомпоную это, знаете, как мастер говорит, то, что можно написать целые книги, можно изложить одной фразой. И вот это искусство, действительно искусство, но требует знаний, требует умений. И это тактичность, тактичность, уважать собеседника, в любом случае, вот что бы там ни было, уважать собеседника. Вот в любом случае, уважайте. Ну и самый основной момент, последний, это мастерство. А мастерство проведения переговоров основывается только на опыте. Знание – это не что, опыт. При обсуждении любого вопроса, связанного с вложением денег, с инвестициями, наверное, прежде всего, надо иметь более точную, проверенную информацию, не так ли? Повторю. При принятии решения, вложении денег, при обсуждении любого вопроса, связанного с инвестиционным направлением, прежде всего, надо иметь более точную, и проверенную информацию. Да, может быть, риск, вот просто риск, и я это тоже не отрицаю. Но, блин, ну, когда вам обещают 15% за день, извините, простой вопрос, откуда деньги берутся? Я могу об этом долго говорить, я сейчас уже перестал сравнивать компании, предложения, там, 2% в день, 1% в день, 15%, 20% в месяц. Но, когда задаешь вопрос, а откуда берутся деньги? Говорят, вот как Виктор Тарасов, и вот, уроки финансовой грамотности, здесь, ну, откуда берутся деньги? Ну, как, у нас работают трейдера, там, на Нью-Йоркской бирже, а можно посмотреть результаты работы? Нет, нельзя, потому что они все засекречены, и так далее. И вот, вот такой бред несут, ну, постоянно. Больше того, говорят, как, мы уже работаем там с 12, они работают с 12 года. И что? проверить хотите? Зайдите, проверьте, есть ребята, которые могут проверить все, когда открыт сайт, когда, где что, но никто, к сожалению, ну, практически никто, ничего не показывает. Я не говорю, что нет действительно хорошей, действительно, инвестиций, консервативных, а может быть, более рисковых, но нам надо иметь более точную, проверенную информацию. Не так ли? А теперь вопрос. Скажите, если бы я показал вам самое выгодное инвестиционное предложение на сегодняшний день, в принципе, вы готовы были хотя бы рассмотреть это предложение? Повторю, скажите, если бы я вам показал самое выгодное инвестиционное предложение на сегодняшний день, то в принципе, готовы вы были бы хотя бы рассмотреть это предложение? Ну, напишите, ребята, да или нет? Пишите, 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 да или нет? Вот это, это малая толика тех фишек, которые вот я готовлю их, эти фишки, и как дополнительный заработок, как основной заработок, то есть я не говорю о маркетинге, я не говорю об агентских вознаграждениях, хотя об этом надо говорить бы и говорить бы больше, по одной простой причине, что у нас сегодня можно зарабатывать десятки тысяч, сотни тысяч рублей и миллионы рублей в месяц на агентских вознаграждениях. Почему? Потому что они очень и очень достойны. Если для господ-сетевиков, которых я очень уважаю, которые работают с товарными проектами, очень их уважаю. Но, почему я от этого отошел? По одной простой причине, если мы приходим в бизнес, то надо действительно находить тренды, а заниматься логистикой, которая съедает огромное количество времени, нервов и денег, ну, не хочу я. Почему? Потому что, коль говорим о бизнесе, давайте выбирать самые, наверное, передовые направления, хотя и открыть магазинчик, чебуречную, извините, или шаурму, это тоже хорошо. Но, опять же, в зависимости от того, чего вы хотите получить, в какие сроки и для чего. Дорогие друзья, марафон 21. Марафон 21. Помните, да? Во вторник я конкретно объявлю промоушены. Сейчас я могу только одно сказать. Еще раз повторю. Еще раз повторю. Это, ну, знаете, ребята, хотим мы или нет, но бизнес есть бизнес, и у меня точно так же бизнес. И заключается он в том, что я объявлю промоушен прежде всего для своего первого поколения, прежде всего для своего первого поколения. Кто выполняет ранг? Что такое за ранги? Я хотел рассмотреть, но вот не стал рассматривать. Я доверяю вам самим посмотреть ранг эксперта. Эксперта премия до 21 числа, 21 день, до 21 числа премия 2000 долларов наличными. Поэтому, дорогие друзья, сегодня я на этом закончу. завтра мы с Алексеем будем в Екатеринбурге. Послезавтра будет интереснейшая встреча у Алексея Суходоева с фондами, будет общение с двумя фондами, которые занимаются криптотехнологиями. Во вторник будет очень и очень интересные новости. Просто будут новости. Помимо всего прочего, во вторник я объявлю, коль я уж сказал А, я буду говорить и Б. Не только для своего первого поколения, и для второго, и для третьего поколения я объявлю промоушен, но помните, выполнение рангов мастер, даже лидер, мастер, эксперт, вы получите свои премиальные. Я всех благодарю за то, что вы сегодня были на пятничном вебинаре. Всех с наступающими праздниками, с наступающими выходными. По-разному мы относимся, мы с разных, скажем так, государств, мы с разной политической составляющей и так далее. Но то, что мы создаем, этого не делал в мире никто. Поэтому, дорогие друзья, наша задача, вот наша задача, Анатолий Владимирович Юницкий со своей командой делает действительно невероятные вещи. Трудятся и день, и ночь. Если бы мы точно так же, допуская ошибки, делали звонки, общались с людьми, чему-то учились, но двигались бы вперед, то не только мы с нами или без нас, но закрытие, именно закрытие входа в корневую систему, точнее говоря, продажа акций, технологии, может быть закрыто очень и очень скоро. Этапы, вот сами по себе этапы, вы правильно понимаете, это не только финансирование этапов, но это еще и выполнение определенного комплекса работ и все, что с этим связано. Но вход в корневую систему может быть закрыт, потому что сегодня мы с уходовем, с Лешей общались, он это подтвердил. Поэтому не хочу вас загонять, но даже небольшие пакеты акций открывайте, берите, пока есть время. Благодарю всех за внимание, с вами был Григорий Мирошенченко, пока что город Челябинск, группа компаний Skyway, и сегодня, к сожалению, я хотел дать слово Юре Зуберу, но у меня просто напротив только что подошел человек, с которым я обещал встретиться сегодня, и мы сейчас с ним тоже пообщаемся. До встречи на следующих вебинарах. Воскресного вебинара по финансовой грамотности не будет, сейчас они отдыхают, то есть Виктор Тарасов и Гузель Магасумова, они на отдыхе, поэтому, дорогие друзья, отнестись с этим с пониманием, а в вторник мы с вами встречаемся в этой же вебинарной комнате. Редактор субтитров субтитров